Забег отлично организован. Было не просто бежать, даже не бежать, а дышать во время подъема. Помогало то, что можно было запорщить, тянуться руками. Вот тут такая красота вокруг, неописуемая. Такое редко бывает. Второй год участвую, ради этого момента стоит забраться на такую высоту, чтобы увидеть Москву с высотой пищевого полета. Очень красиво. Я бегал пять раз, в Останкино бегал. Ну вот я первый раз здесь принимаю участие. К тому же я бегал на Ишили, я бегал в Сидни, я бегал в Бангкоке. Так, еще где я был? В Сидни я сказал, там сказал, там сказал и здесь тоже. Да, это уже шестая у меня высотка, на которой я. Это Нерсен Саван Анатолий Михайлович, председатель Московского клуба «Вегомир». Мои ощущения вообще неописуемые, честно говоря. Я не профессионал-любитель, но мне еще понравилось. Только ради этого вида стоило пробежать. Точнее, последние минуты вообще еле доползти, дойти. Здравствуйте, меня зовут Нара, я участница «Забега в высоту 2014». Мне очень понравилось это мероприятие. Я обязательно его посещу на следующий год. Я советую всем, особенно тем, кто любитель спорта, то есть не профессионал, потому что профессионалы, они, ну я считаю, что несправедливо участвуют в этом конкурсе, потому что они могут это преодолеть. А тем, кто любитель, кто не менее подготовлен к спорту, ну очень интересно для самого себя испытать, пройду ли я все эти ступеньки или нет. Ну, а на самом деле, красота здесь неописуемая, поэтому идите медленно, быстро или верно, ползком, но доберитесь до сюда, когда сюда поднимаетесь, увидите радугу, а, к сожалению, она ушла. Но радуга была очень прекрасна. Все как рукой снимает, и боль в ногах, и все остальное. Тем более здесь водичка. Так что, несмотря на то, что там пересыхает в горле, здесь все организаторы позаботятся. Очень интересно, отличное мероприятие, понравилось. Здорово, отличный вид открывается. Фух, пришлось немного потеть, но оно того стоило. Первый раз делаю такой забег на 80-й этаж. Сам вообще бегом не занимаюсь, сам тайским боксом занимаюсь. Вот ощущение вообще бомба. Не ожидал, что добегу, но я сделал это, доказал, что не только боксеры могут боксировать, но и могут подниматься на такой высоте. Меня зовут Лукашев Денис, я из города Дедовска. Занимаюсь кикбоксингом, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпионат. Скажите, вот зачем сюда бежать? Удовольствие, наверное, вряд ли это нужно назвать. Ну почему? Я как раз считаю, что это удовольствие. Испытать себя в чем-то новом, я думаю, это прекрасно. Тем более, какие нагрузки приходил в спорте, выдержал. Ну, забраться там в 80-е дождь, я думаю, не так тяжело. Вот я попробовал себя, но на самом деле, вот я сейчас о другом думаю, то, что все-таки это очень непросто все. Наверное, это здание делают, и те, кто работает здесь, вот они, наверное, каждый день не заниматься. Это нефти здесь не сделают. Не, на самом деле, это все шутки. Ну, очень интересно, очень прикольно. Много спортивных людей, много знаменитых людей. Ну, для вас это и сложная была история? Для меня это. Ну, я получил, на самом деле, удовольствие, да. Ну, в лишний раз позанимался в скруту. Спасибо. Это мой первый забег на высоту. Я считаю, что прошел удачно. Хотя, совет всем на будущее, берегите силу в начале. А так, впечатления феерические, отличное настроение, дыхание уже восстановилось, поэтому любуюсь видами, московой. Я уже собирался на крыше Москва-Сити. Эта крыша налазилась мне легко. 78 этажей пешком, знаете, не очень легко побежать. Ранее я пытался уже залезть на эту крышу, но мои попытки были черные. Весь сюда была закрыт, и сейчас моя мечта осуществилась. Ну, это моя вторая крыша Сити. Я достаточно очень рада, что попала сюда. Конечно, тяжело, достаточно, ну, 78 этажей все-таки пройти, но я рада, что сюда выбрались. Я думаю, что все будет намного проще, но когда на 40 этаже у тебя начинают закладывать уши, все резко меняется, и ты думаешь, может закончить, но потом очень клевые надписи, которые тебя мотивируют, и ты такой говоришь, что ладно, ну, уже в лавину пробежал, я в лавину пробегу, все хорошо будет. Вот, в общем, большие молодцы организаторы. Я надеюсь, что это не последний забег. Мне очень понравилось, я буду еще. Для меня был уже второй, я бегал так в прошлом году. Скажу так, для меня это намного тяжелее, чем в предыдущий раз. Не знаю даже почему, может быть, мало ел с утра. Но, в принципе, мне очень понравилось. Очень красивый вид на Москву. И это очень круто. С точки зрения безопасности оказаться именно на крыше этого здания, это одно из самых высоких зданий в Европе, поэтому нам повезло. То есть вам интересно, да, больше? Да, мне, во-первых, интересно, но это некий челлендж для себя, потому что каждый раз ставишь перед собой все высокие результаты. Вряд ли кто-то специально тренируется на лестнице. Ну, теперь я не переживаю, если я буду жить где-то на 70-20 этажей, и сломается лифт, и я знаю, что я легко добавлю домой. Да, но вы не готовите? Ну, просто кардио-тренировки и обычный фитнес-режим, как все жители мегаполиса. Спасибо, приветствую. Меня зовут Елена Рябко, и я это сделаю для Deutsche Bank. Спасибо. Спасибо. Вот и закончился этот забег. Оказался даже сложнее, чем в прошлом году, не знаю из-за чего. Но очень интересно. Короткая дистанция, но энергии очень много тратится. Но все вознаграждается замечательными видами на данной высоте. Приглашаю всех на следующий год проверить свои легкие на прочность. Продолжение следует...